Как одеваться в корейском стиле и где искать подобную одежду? Если у вас в голове есть такой сформулированный конкретный вопрос, значит вы попали по адресу. Всем привет, с вами Юля, я создатель бренда Julia F. Я подумала, что просто обязана соединить две актуальные темы в одну. Моим зрителям очень понравилось видео мода по-корейски. Если вы не смотрели это видео, обязательно посмотрите по ссылке в описании. И видео, в котором я повторяю образы с Pinterest по трендам осень-зима 2023 из одежды с Wildberries. И я решила попробовать собрать гардероб в корейском стиле из вещей, которые предоставляет платформа Wildberries. В ближайшее время я покажу вам самые актуальные и модные образы, присущие корейскому стилю, которые вы без труда сможете впоследствии повторить. И все ссылки на одежду я, как обычно, оставлю в описании. Но если вы думаете, что это видео про ожидание реальность, то вы не туда попали. Это видео скорее про бесплатные советы, вдохновение и про большое количество вещей, которые, если бы я купила, то не сносила бы за всю жизнь. Однако для подбора альтернативы референсам я выбираю вещи с максимально лучшим составом, по максимально выгодной цене, для того, чтобы добавить это изделие в свой список, я всегда читаю отзывы. В общем, все для вашего удобства. Возможно, на момент выхода этого видео какие-то вещи будут раскуплены, но это и не реклама. Это видео снимается на голом энтузиазме и после того, как я получала вот такие вот комментарии. Итак, я надеюсь, вы посмотрели моду по-корейски. Если нет, то ставьте на паузу это видео и смотрите предыдущее, а после возвращайтесь сюда и досматривайте. Принцип стиля по-корейски показать, что каждая женщина мила и привлекательна. Первый образ – маленькая девочка, лолита. Самая первая визуализация стиля именно вот такая, так как, если вы не поленились посмотреть рекомендованный ролик, мы знаем, что кореянки делают множество изменений, которые приводят к большим глазам, утонченному подбородку, фарфоровой коже. Другими словами, они прикладывают много усилий, тратят кучу денег ради кукольной внешности. И, безусловно, все эти труды очень и очень впоследствии демонстрируются и поддерживаются. Чтобы повторить этот образ, нужно учитывать следующие моменты. Любки и платья с коротким подолом, рюши, сборки, украшения на голову в виде бантов, ободков, вещи, подчеркивающие талию, как корсеты, обувь на платформе. Давайте попробуем повторить с вами вот эти два образа. Обращаю внимание, в первом образе – девчачье платье с лаконичным валаном, а блуза с активной сборкой и драпировкой. Платье матовое, а блуза с люрексом, с блеском. Второй образ – лаконичный, да, даже можно сказать строгий верх, но короткий, а юбка выбрана со сборкой асимметричной и длиной миди. Проблема таких видео в том, что тратится огромное количество часов на написание сценария, ведь для поиска нужных вещей на Вайлдберрис тратится огромное количество дней. В день съемки ты говоришь о вещах, которые, возможно, уже купили, а в день монтажа ты понимаешь, что многие ссылки могут уже посыпаться. Поэтому это видео я пыталась собрать максимально быстро. Итак, вот что мне выдавало, когда я в поиск водила блуза с драпировкой. Блуза со сборкой. И вот что мне удалось найти. В качестве эксперимента я поискала еще и боди с похожим описанием. Первоначально мне показалось, что эта зеленая блуза самая подходящая, но обратите внимание на референс. Воротник девчачий, овальный. Вообще запомните, чтобы подобрать блузу или рубашку в стиле по-корейски, воротник обязательно должен быть романтичным акцентом. Овальным, кружевным, с рюшами. Поэтому у нас остаются только такие варианты. Но выбирать мы будем по сочетаемости с сарафаном, который мы еще пока не искали. Из сарафанов нашла вот такие варианты. Нужно обратить внимание на то, что сарафан должен быть максимально коротким и неприталенным. Посему остается всего две модели, и по составу больше нравится последний. Но что-то совсем не то. На референсе сарафан праздничный, а эти какие-то простые. Поэтому я потратила еще несколько часов и нашла вот эти. На мой взгляд, все модели подходят под референс. Ну, не так, чтобы на 100%, но поверьте, я старалась как могла. Три платья из хлопка, одно жаккардовое. Самое левое вообще очень подходит под стиль Лолита. Следующее, муслиновое. Я посмотрела отзывы, и в отзывах реальное фото. В общем, если у вас большая грудь, платье будет по фигуре, а не объемное. Потому что линия талии на талии. Третье, жаккардовое платье. Тоже в стиле Лолита, но с такими платьями на чашке нужно быть аккуратными. Если плохие лекалы, то платье в груди будет топорщиться. И последний фасон, как по мне, самый удачный для референса. Платье с завышенной талией так, что будет смотреться объемом даже на фигуре с большой грудью. Выбираю его. Теперь вспоминаем блузки. Так как сарафанчик довольно сдержанный, то предлагаю выбрать эту блузу. Из сжатого материала и с оборками на воротнике и манжетах. Правда, с подобранными вещами мы собрали совершенно другой референс. Но я думаю, ничего страшного. Потому что из того, что было, и так прекрасно. Повторяем вариант с юбкой. И вот рубашки, которые удалось найти. Одна рубашка совсем не короткая, но из-за такого вот воротничка очень даже в корейском стиле. И пусть я к референсу ее не выберу, вдруг кому-то из вас она понравится. Юбки. Знаете, если бы не это видео, я бы никогда не взглянула на эти юбки. Я знаю, что такие существуют, они классные. Но, честное слово, прошла бы мимо. Но я обалдела от осознания того, сколько образов можно с ними составить. И задумалась о пошиве асимметричной юбки миди себе в гардероб. Мой лайфхак. Если вы хотите повторить какой-то референс, откиньте в сторону все свои предубеждения. Если у вас на картинке, например, как у меня, асимметричная юбка миди. Ищите все, которые являются таковой, а уже в комплекте найденного. Выбирайте вариант максимально лучше для вас. Итак, первая юбка какая-то хлюпенькая. Мне очень нравятся следующие две. Но так как впереди холодные дни, последняя подойдет больше всего. Итого, вот к этой юбке, на мой субъективный взгляд, подходят такие рубашки. А к этой вот такие. Второй образ эклектика. Корейцы обожают сочетать несочетаемое и делают это умело. Они не боятся быть яркими, непонятными. Конечно, на наших улицах такая одежда очень уж вычурная, но не мне об этом говорить, потому что я могу надеть конзолы рюши и так пойти в магазин. Из референсов мне нравится несколько образов. В желтом жакете вообще больше всех, но, боюсь, его будет сложно повторить в реалиях Вайлдберрис. Если не найду подходящий жакет, буду собирать образ с розовыми джинсами. Вот на что способен Вайлдберрис по запросу «необычный пиджак». Вообще совсем не то. На референсе образ нежный, а с такими жакетами будет кричащий, но попробуем дальше. По виду, но не по составу, мне нравится этот розовый. Но если выбирать не в ярком цвете, вот этот белый, в принципе, может мы и выдержим референс. Юбку целенаправленно искала в лиловом оттенке. Все они подойдут к пиджаку, все они искусственные, но выберу последнюю. Колготки. Такие получилось найти почти сразу, но они сливаются с цветом юбки. Либо искать юбку в другом цвете, либо колготки нам предлагают в красном, что тоже может быть, но красный оттенок страсти, а не романтики. Нам не подходит. И тут я нашла эти. Либо простая сетка, либо полностью непрозрачная и вырви глаз. И мне кажется, в нашем пока спокойном образе не хватает именно такого яркого акцента. Перед тем, как продолжить поиски, я решила составить получающийся образ в фотошопе, чтобы наглядно понимать, какого цвета туфли лучше и ярче будут смотреться. И, как мы видим, желтый цвет все же выигрышнее. Первая модель яркая, и каблук отлично сочетается с цветом колготок. Я бы выбрала еще и лакированную пару, хотя это как кожа, но стиль туфель напоминает Мэри Джейн, что очень в стиле по-корейски. Вот что получилось, и давайте все же второй образ тоже соберем. Думала, что будет быстро и легко, но вот такие джинсы мне предлагают. Спасибо, я этого не выдержу. Хорошие отзывы, хороший состав, но последние очень широкие, а вторые приторно-розовые. Пока окончательный выбор делать не будем, посмотрим на остальных найденышей. Рубашка разноцветная, но оттенки светлые и присутствует розовый, который очень сочетается с джинсами. Первая рубашка чуть ли не 100% попадание, но по составу полиэстер. Из топов рассматриваю вот эти. И как-то по сочетаемости тканей с рубашкой и джинсами мне больше нравится второй топ, но я бы взяла его на размер больше, чем нужно. Вельветовая куртка нам нужна в натуральном бежевом или коричневом оттенке. Лаконичного фасона куртка должна придавать статусности во всем нашем пестром образе, поэтому выбираю первую. Обувь тоже нужно выбрать добротную. По виду и стилю, думаю, очевидно, первая подходит к референсу больше всего. Из сумок взяла бы самую маленькую. Ремень под цвет жакеты и сумочки. И пусть я, любитель классики, должна признаться, эта необычная пряжка мне очень нравится. Ну и остается цепь над убитом. Исходя из выбранных вещей, джинсы подойдут в более светлом оттенке. Как вам этот комплект? Третий образ – минимализм. Кореянки любят не только яркие образы, но и тихие, лаконичные, в нейтральных цветах. Но если присмотреться, их стремление к минимализму – это скорее про комфорт, а не про простоту от слова «дешево». Для того, чтобы нам повторить такой образ, нужно выбирать натуральные ткани, хлопок, лен, бамбук, лаконичные фасоны, но с какой-то изюминкой и природные оттенки. Вот я сразу подыскала несколько вариантов низа и несколько вариантов верха. Все эти вещи прекрасно сочетаются друг с другом. На самом деле, в подбирайку играть можно долго и собирать разные образы. Единственная платформа Valberis не такая уж и многогранная, как оказалось на практике. Найти альтернативу достаточно сложно, но возможно. Заменяя одно изделие другим, важно свой референс делить на части, расписывать вещи, которые там изображены, их цвета и фактуру. Тогда можно методом подбора исключать ненужное. Также, расписав каждый предмет отдельно, можно помочь себе в формулировке запроса для поиска. Когда я искала вельветовую куртку, в поиске вводила вельветовая куртка, вельветовый пиджак, велюровый и так далее. Надеюсь, какие-то позиции из этого видео вам были полезными. Пишите в комментариях, какой образ вам понравился больше всего. А также напишите вообще, как вам подобная рубрика образа из Пинтереса на Valberis, актуальна ли. И, возможно, кому-то будет интересно видео про образы во французском стиле с Valberis. В общем, пишите в комментариях все, что думаете. Буду рада обратной связи. Всем прекрасного настроения и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok